МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прогуливаясь по улицам нашего города, нужно непременно посетить жемчужину Пружан, наш музей-усадьбу, Пружанский палац. Это единственное здание в Беларуси, которое осталось у нас и дошло к нам в первозданном виде. А дата его основания – первая половина XIX века. На сегодняшний день музей является культурным центром Пружанщины. Здесь проводятся музыкальные вечера, открытия выставок, проходят пленэры и многие культурные события нашего города. Своей историей Пружанский палацик во многом обязан роду Швыковских, который происходил из Ашмянского уезда. Его представители в трех поколениях на протяжении 80 лет практически жили в Пружанах. Из семейной династии особо выделился Валентий Швыковский, который единолично владел имением с 1843 года и занялся его грандиозной реконструкцией. Именно при нем на месте старого деревянного господского дома и был построен палацик – таменная трехэтажная усадьба. Ее автором принято считать известного итальянского архитектора Франциско Мария Ланчи. Построена усадьба в стиле загородной раннеренессанской сельской вилы, главная особенность которой – асимметричность и замысловатость очертаний. Владел усадьбой Валентий Швыковский около 53 лет. Он с энтузиазмом развивал родительский край, активно участвовал в общественно-культурной и хозяйственной жизни региона. Открыл общественную библиотеку, конную почту, школу для крестьянских детей и активно занимался тем, что спонсировал строительство храмов, как православных, так и католических. Ну и за все достижения благодарные пружанцы признали Валентия Швыковского предводителем дворянского пружанского уезда. Как человек высокой культуры и разносторонних интересов, Валентий Швыковский увлекался выращиванием экзотических растений, сельским хозяйством, химией, фотографией. Сегодня пружанский палацик в статусе музея-усадьбы. Здесь расположен общественно-культурный научный центр. В палацике около 40 помещений, 13 из которых отведены под выставочные залы. Дом состоит из двух групп разновеликих объемов, объединенных одноэтажным корпусом. На первом этаже музея-усадьбы «Пружанский палацик» расположено несколько выставочных залов и центральный зал нашей усадьбы – салон. Зал, в котором мы сейчас находимся, являлся центром домашней жизни. Именно здесь проходили различные благотворительные мероприятия, домашние концерты и, конечно же, балы. В XIX веке салон был оклеен шелковыми обоями, которые только появлялись и стоили безумно дорого. Несмотря на то, что Валентий был человеком достаточно обеспеченным, даже он не мог себе позволить роскошь, чтобы оклеить все помещения в своей усадьбе обоями. Стены украшали различные картины, гипсовые фигуры и зеркала. Также в салоне находился мебельный гарнитур, который состоял из четырех диванов, четырех кресел и двенадцати стульев. Сейчас в этом зале у нас восстановлен интерьер дворянской усадьбы середины XIX века. Продолжением салона являлся цветочный зал. Главным украшением цветочного зала были многочисленные растения. Также в салоне находился один из четырех каминов, который сохранился и с XIX века. Отопление в палацике было печным. Практически в каждом зале стояли голландские печки, то есть отапливался палацик дровами. В фондах музея усадьбы около десяти тысяч экспонатов. Большинство фонда – предметы, безвозмездно переданные жителям Пружанщины, других регионов Беларуси и близкого зарубежья. Количество экспонатов непрерывно увеличивается. Один из последних экспонатов – это очень дорогой нашему музею экспонат, который был подарен буквально недавно, в конце октября, меценатом Александром Николаевичем Зайцевым. Это печать предводителя Пружанского дворянства Валентия Швыковского. Это очень красиво оформлено. И здесь размещен герб нашего города. Этот экспонат проложил мост между веком XIX и век XXI, потому что в нашем музее до этого времени не было ни одного оригинального предмета, который бы принадлежал Валентию Швыковскому. Только ходят легенды, что диван, который у нас размещается в охотничьем нашем кабинете – это осталось со времен Валентия Швыковского. Валентий Швыковский был знаком со многими известными людьми своего времени, которые гостили в его доме. Довольно частыми были встречи с писателем, ученым и общественным деятелем Юзефом Игнатием Крашевским, родители которого владели имением деревни Долгая, что в 9 километрах от Пружан. Швыковского и Крашевского связывали дальние родственные отношения, также они были близкими друзьями. Это очень известный польский и белорусский писатель, который прославился прежде всего тем, что написал 600 томов произведений на польском и французском языках. Из-за этого достижения Юзеф Игнати был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион эпохи гусиного пера. В экспозиции у нас представлены оригиналы произведений писателя на польском языке, переводы на русский-белорусский языки. Также в экспозиции у нас представлены две оригинальные медали, созданные к 50-летию творческой деятельности писателя в Варшаве и в Познане. Стены музея-усадьбы украшают картины в залах экспозиционных и не только. Сейчас мы находимся на втором этаже, в большом выставочном зале, где представлена временная экспозиция Лидии Малошенко, художницы из Минска. Здесь у нас проводятся открытия выставок, презентации. Это происходит регулярно, буквально один раз в квартал. Из окон нашего музея открывается прекрасный вид на нашу центральную улицу Советская. Владельцы усадьбы были очень гостеприимными людьми. И мы можем только догадываться, кто посещал наш музей и также выходил на наш балкон, который является также маленькой архитектурной жемчужинкой этого здания. Если подходить к нашей усадьбе со стороны парка, вы можете увидеть также архитектурную деталь – это наша терраса. На террасе у нас проводились съемки, фильм «Обрестская крепость». Также у нас снимался фильм «Талаш». А вот этот музейный уголок называется «Мещанский быт». Туалетный столик, комод, швейная машинка, напольная вешалка, настенные часы. Так могла выглядеть комнатка женщины, которая жила в городе в межвоенный период 20-30-х годов прошлого столетия. Этнография – одна из первых экспозиций, которые были открыты в нашем музее. Сюда была перевезена хатка деревенская 1932 года. И в первом помещении у нас представлены основные народные промыслы, которые были развиты на пружанщине. Это бондерное, долбежное искусство и путение. Во второй хатке представлено искусство ткачества, которое было обязательное для каждой крестьянки. Ручной ткацкий станок, который назывался «Кроссный», и все необходимые приспособления для ткачества. Это трепач, чесало, прясница, коловрот и мотовило. По соседству предметы гончарства. С 16 века пружанщина была центром этого ремесла. Изделия местных мастеров вывозили с границу. Черная керамика – работы Антона Токаревского, последнего мастера-керамиста, который занимался изготовлением такой посуды на пружанщине. Также такие работы уникальные, которые называются у нас на пружанщине шклинками-маляванками. То есть это роспись по стеклу. В унисон этнографической экспозиции выставочный зал, посвященный творчеству Николая Васильевича Тарасюка, народного мастера Республики Беларусь по деревянной скульптуре, обладателя специальной премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение в номинации «Народное творчество». Путь и творчество Николая Тарасюка – это настоящая энциклопедия деревенской жизни, художественный рассказ о труде на своей земле о буднях и праздниках, радостях и бедах простых людей. Воплощал свои задумки мастер, используя не только дерево, но и солому, краску и даже лоскутки ткани. Одним из 13 выставочных залов является зал икон. Здесь у нас представлены иконы, которые были в свое время конфискованы на Брестской таможне, и они попали в наш музей. Также у нас представлена реликвия и огромная ценность. Это фрагмент надвратной иконы XVI века из деревни Ворониловича «Тайная вечеря». А этот зал посвящен предметам культа православной церкви. Здесь у нас представлены экспонаты, которые в свое время были переданы нам, нашим священникам Иосифом Балюком, отцом Иосифом, который очень многое сделал для нашего пружанского прихода, для православной церкви. Он служил в соборе Александра Невского. В этом зале у нас представлена выставка, которая посвящена году исторической памяти «Геноцид на пружанщине по материалам расследования». Здесь представлены фотоматериалы, копии документов, а также книги и материалы, которые рассказывают о трагической истории нашего пружанского района и о событиях во время Великой Отечественной войны, о работе прокуратуры пружанского района в целях расследования случаев геноцида. Стоит обратить внимание на этот экспонат. Он был подарен родственниками, а точнее детьми нашего уроженца пружанского района, деревни Броды, скульптора Ивана Хомича. Скульптура называется «Скорбь». В этом зале у нас представлена выставка «Постскриптум». Это совместно белорусско-российский проект. На ней рассказывается о жизни остербайтеров, которые были угнаны во время Великой Отечественной войны на принудительные работы в Германию. В работе этот зал используется для презентации временных выставок. Эта выставка – одна из них. Музей-усадьба «Пружанский палацик» неотъемлема от садово-паркового ансамбля, на территории которого находится. Сохранилась его центральная аллея липовая. Здесь растут старинные лиственницы, огромный дуб, которому больше за 150 лет и один из самых старых в Беларуси кустов кизила. Белеет старый особняк в глуши заброшенного парка. Усадебный парк является неотъемлемой частью усадебной культуры. Парк был заложен в средине 19 века, как пейзажный английский. Сейчас структура парка – это сектора с различными растениями, но сохранились здесь и растения 19 века – дуб, две лиственницы и куст кизила. Усадебный ансамбль включает в себя и флигель. Ранее это здание оранжереи – предмет особых забот Валенсия Швыковского. В оранжереи выращивалось более 60 видов различных экзотических растений – декоративные пальмы, цитрусовые деревья, оливковые, агавы, камелии, орхидеи – всевозможные. Сейчас во флигеле находится гончарная мастерская, где проводятся мастер-классы для детей и взрослых. Музей-усадьба «Пружанский палацик» приглашает познакомиться с культурой Пружанского края, получить удивительный культурный опыт, ощутить атмосферу усадьбы 19 века, познакомиться с бытом шляхетского дома, осмотреть экспозиции и выставки, представленные в музее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова